Как быстро и аккуратно сложить большое количество одежды? Обычно это занимает много времени, но сегодня мы расскажем, как сделать устройство, которое значительно упростит и ускорит эту задачу. Что нужно? Картонная коробка, линейка, клейкая лента, канцелярский нож, маркер. Для того, чтобы сделать это приспособление, нужно вырезать из картона 4 фрагмента, размеры которых указаны на экране. С помощью маркера и линейки сделайте разметку. Используя канцелярский нож, вырежьте из картона прямоугольники по разметке. Картонные заготовки нужно выложить на ровную поверхность. И соединить клейкой лентой с обеих сторон. Теперь вы с легкостью сможете сложить огромную гору одежды, и это займет у вас совсем немного. В завершении августа и лета мы подготовили для вас очередной выпуск нашей любимой рубрики «Правильные привычки». Надеемся, что-то из этих пунктов вы возьмете на заметку. Привычка номер один – массировать мочки ушей по утрам. Самомассаж ушей можно начать первым делом сразу же после пробуждения или перед тем, как чистить зубы. Это поможет быстрее проснуться и запустить работу внутренних органов. Тонизировать нервную систему, подготовить желудок работать, а кишечник очищаться и так далее. Дело в том, что на ушной раковине расположено около 170 биологически активных точек, через которые она рефлекторно связана с органами и частями тела. Привычка номер два – записывайте свои мысли. Заведите специальный блокнот или введите заметки в телефоне. Тут самое важное – записывать мысли сразу же, как они приходят вам в голову, иначе в 70% случаев вы потом их просто забудете. Привычка номер три – пользуйтесь скрабом для кожи головы. Смотрите отдельный ролик об этом на нашем канале. Привычка номер четыре – тренируйте свою память. Лучший способ – это учить по одному стихотворению в день. Привычка номер пять – ставьте вещи на свои места. Постоянно теряйте вещи, а в нужный момент не можете вспомнить, где видели их в последний раз. Приучите себя к тому, что у вещей, которыми вы постоянно пользуетесь, должно быть свое место, на которое нужно их возвращать сразу же после использования. Привычка номер шесть – ухаживайте за нашими. Так уж получается, что наши ножки вечно обделены вниманием, особенно в холодное время года. Возьмите себе за правила ухаживать за ними регулярно. Как минимум, наносите питательный крем под носочки на ночь и делайте легкий самомассаж. Привычка номер семь – совмещайте процессы. Читайте в дороге, слушайте аудиокниги во время педикюра или делайте сразу несколько бьюти-процедур. Привычка номер восемь – изучайте ассортимент онлайн-магазинов. Чтобы ваш шопинг был эффективнее, перед тем, как отправиться в торговый центр, изучите ассортимент магазина в онлайн-версии. Это поможет вам лучше ориентироваться в коллекциях и ценах, так вы гораздо быстрее найдете нужную вещь и сэкономите время на поисках. Это были все правильные привычки на сегодня. Культура здорового питания начинается с раннего детства. Именно поэтому прививать детям полезные пищевые привычки нужно с малых лет. Чтобы избежать спонтанных перекусов, необходимо кормить ребенка 4-5 раз в день, в зависимости от его возраста и активности. И в сегодняшнем ролике мы будем говорить о том, каким должен быть детский полдник. Ранее мы уже рассказывали о том, почему у детей должно быть несколько приемов пищи. Когда между ними проходит примерно 3 часа, это позволяет малышу не переедать и исключает пустые перекусы. Спланировать меню ребенка вам поможет наша схема, которая отражает соотношение калорийности и объема приемов пищи. Рассчитана на деток от 1 года до 3 лет. Важно помнить, что полдник появляется в рационе малышей в возрасте после 1 года. До этого возраста все 4-5 приемов пищи являются равноценными. Порой мамы не знают, что предложить ребенку на полдник. Поскольку это не основной прием пищи, он должен быть не слишком обильным и калорийным. Старайтесь учитывать, что нравится ребенку. Мы подготовили для вас небольшую подсказку с вариантами полдника. В качестве промежуточных приемов пищи отлично подойдут йогурты или творожки, блинчики или оладьи, домашняя выпечка, творожные запеканки, овощные палочки, фруктовое суфле, сырники, ленивые вареники, смузи из свежих ягод и биотворога. Подготовьте любимый напиток малыша на случай, если он захочет пить. Надеемся, видео вам понравилось и вы согласны с нами, что формирование правильных пищевых привычек – это огромный вклад в здоровье вашего ребенка. Интервальные тренировки – это тренировки, которые помогут тебе сжечь лишний жир и придать рельеф твоему телу. Выполняй каждое упражнение в два подхода по 20 секунд с 10-секундными перерывами. Прыжки в выпаде Исходное положение Сделай широкий выпад назад, держи спину ровной. Колено опорной правой ноги не выводи за носок. Колено левой ноги смотрит в пол. Сделай шаг в сторону правой ногой. Затем, не выходя из положения выпада, левой ногой в прыжке поменяй положение ног и вернись в исходную позицию. Прыжки в стороны Прыжки в стороны из положения планки Прими положение планки. Ладони под плечевыми суставами. Спина ровная, пресс в напряжении. Не выходя из планки, сделай три прыжка стопами в стороны и одним прыжком вернись в исходное положение. Старайся не выталкивать ягодицы вверх и держать корпус параллельно полу. Поочередное касание пола рукой в приседе. Исходное положение Расставь стопы на ширине плеч. Бедра параллельны полу. Спина ровная. С помощью прыжка прими положение приседа сумо. Коснись правой рукой пола. Оттолкнись пяткой и прыжком вернись в исходное положение. Повтори прыжок, касаясь левой рукой пола. Планка на одной ноге. Исходное положение. Стоя на опорной правой ноге, левую ногу согни в колени. Опусти ладони на пол на ширине плеч. Прими положение планки, сделав прыжок на правой ноге. Левую ногу выприми и коснись стопой пола. Вернись в исходное положение и наверху сделай прыжок на опорной ноге. Принимая положение планки, спину держи ровно, пресс в напряжении. Ногу отводи максимально в сторону, не разворачивая корпус наружу. Повтори весь комплекс еще от двух до восьми кругов. Будь в форме! Всем привет! Меня зовут Сергей. Сегодня мы приготовим куриные наггетсы по диете дюкана и салат с яблоками и сельдереем. Подготовим курицу. Говоря о пользе куриной грудки, важно сказать, что в среднем 100-граммовый кусочек филе содержит 23 грамма белка, 2 грамма углеводов и 1 грамм жира и всего 113 килокалорий. Поэтому это идеальный продукт для спортсменов и людей, придерживающих низкоуглеводной диеты и здорового питания. Сейчас мы к курице добавим йогурт и специи по вкусу. Оставляем курицу промариноваться на 30 минут и займемся панировкой. А сейчас смешаем измельченные отруби с сыром. Наша панировка уже готова. Курица маринуется, а пока займемся салатом. Почистим и измельчим сельдерей, яблоки и грецкий орех. Творили курицу, а сейчас нарежем ее на мелкие кусочки. Добавим пару ложек йогурта и специи по вкусу. Наш салат готов. А сейчас вернемся к наггетсам. Возьмем куриное филе и обмакнем в панировку. Отправим наши наггетсы в разогретую духовку до 180 градусов на полчаса. Как только кусочки курицы приобретут золотистый оттенок, выложите их на тарелку и подавайте немедленно. Наш здоровый салат и наггетсы готовы. Вкусно получилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В сегодняшнем видео мы покажем вам, как правильно гладить рубашку. Шаг первый. Перед тем, как гладить, увлажните рубашку, используя пульверизатор. Шаг второй. Начните с воротничка. Проглаживайте его с изнанки и не надавливайте на кончики, чтобы они не обтрепались. Шаг третий. Пуговицы на манжетах расстегните и разверните конец рукава рубашки. Прогладьте изнутри. Шаг четвертый. Шаг четвертый. Плечи рубашки нужно гладить, предварительно надев на узкий округленный конец гладильной доски. Шаг пятый. Вытяните рукав на всю длину. Расправьте большие складки и прогладьте с обеих сторон. Для того, чтобы избавиться от складок, достаточно поправить рукав и аккуратно прогладить необходимый участок. Шаг шестой. Разложите один бок рубашки на доске, расправьте, прогладьте и постепенно, прокручивая рубашку, переходите к спине. Потом к другому боку. После того, как весь процесс будет закончен, повесьте рубашку на вешалку на 5-10 минут, чтобы ткань пришла в себя и вещь хорошо на вас сидела. Все. Теперь вы будете выглядеть великолепно. Великолепно.